В реестре доноров костного мозга России сейчас чуть больше 250 тысяч человек. Задача пополнить его в два раза, чтобы обеспечить национальную безопасность жителей страны. Правда, желающих стать донором пока не так много. Какой главный страх у людей, которые, по идее, могли бы стать донорами костного мозга? Что это какая-то глобальная операция, что заберут их костный мозг, а кто-то думает, что еще и спинной мозг, и вот им своего не будет хватать, они вот поделятся, и это навредит, принесет ущерб их здоровью. Юлия Дрожжина – инициатор всероссийской акции среди российских студенческих отрядов. Подобное уже прошло в Москве, а теперь на очереди Барнаул. Молодежь должна быть в списке доноров костного мозга, уверена Юлия. Этот факт подтверждают и специалисты Центра крови. Люди вступили в регистр доноров костного мозга, а потом идет период, когда они ждут. То есть активация может быть через год, через пять, через десять, через пятнадцать лет. И чем раньше человек вступит в этот регистр, тем больше вероятность, что он кому-то поможет и кому-то этой помощи понадобится. Почти 50 молодых людей, представителей студенческих отрядов страны, сегодня откликнулись на просьбу вступить в национальный реестр доноров костного мозга. Среди них и гости Барнаула – студенты из Воронежа и Ростова-на-Дону. Работают в больницах РЖД и Краевой клинической. От меня не убудет, а другим это может спасти жизнь. У нас достаточно организованное сообщество. И, конечно, мы разъясняли ребятам, рассказывали, объясняли. Никого насильно сюда не привели. Все пришли по абсолютно доброй воле. Ребята адекватные, все понимают, особенно медики, которые тоже будущие врачи, медицинские работники. Они как никто понимают, для чего это нужно. Сам процесс донорства костного мозга более длительный, чем традиционная сдача крови. Он длится порядка пяти часов, но сегодняшний забор на типирование занял буквально несколько минут. Дмитрий из Ростова-на-Дону проделал 24 тысячи километров, чтобы в рамках студотряда поработать в Краевой клинической больнице. От предложения стать донором костного мозга тоже не отказался. Я подумал, ну вот человек заболел, что случилось, ему нужен костный мозг. А раз, и только мой подходит один на пять тысяч. А почему бы и нет, я подумал. И вот так я тут и появился. Из добрых намерений, я собственно учусь в медицинском университете и хочу помогать людям. Теперь кровь Дмитрия и других студентов будет исследована на набор генов, отвечающих за совместимость ткани. И спустя несколько месяцев ООН, как и другие, будут вынесены в федеральный реестр доноров костного мозга. Пациентам с онкологическими, гематологическими, генетическими или аутоиммунными заболеваниями порой может помочь только пересадка костного мозга доноров. Напомню, что потенциальным донором может стать любой человек от 18 до 45 лет, который весит больше 50 килограммов и не имеет медотводов. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.